Три обручальных кольца. Так называется комедия, автором которой выступила химкинский сценарист Тамара Комарова. Сценарий кинофильма вырос из фильетона, который она написала еще после окончания высших сценарных и режиссерских курсов Госкино. Долгое время Тамара Степановна работала журналистом, художником, писала сценарии к документальным фильмам. И только сейчас нашла в себе творческие силы на экранизацию. Это будет комедия характеров, своеобразный любовный треугольник, где главный персонаж отнюдь не ловелась. Такой бродячий сюжет, женить бы на двоих. Вечный сюжет. Но, как правило, эти люди не ловеласы, а бунтари. И все Дон Жуаны, и вот наш герой тоже. А тоже бунтарь – это все отражение времени 70-х, 80-х и 90-х годов. Он жертва потерянного поколения, по-моему. И вот поэтому, кроме смешных эпизодов, там, конечно, много и размышлений о жизни, о времени интеллигента. Герой сценария – Григорий Небаба. Будет рисовать картины, искренне влюбится сразу в двух девушек, сделает обеим предложение. А вот дальше последует хэппи-энд, но с русским менталитетом. Он не остается ни с кем, а полная катастрофа. Но он не глупый человек и обаятельный, нет, третий он не находит. Несмотря на все катастрофы, там радость жизни у этих молодых, 20-летняя, понимаете, именно 20-летняя. И я была такая, и все мы 20-летние бываем. Впрочем, у героя будет и оборотная сторона, его двойники – тени, с которыми он будет вести философский спор. Итоговый герой исполнил ведущий актер Московского драматического театра имени Пушкина Александр Анисимов. Зрителям он известен по роли Василия Аксенова в популярном телевизионном сериале «Московская сага». Море с пушкинских времен считается символом абсолютной свободы. Но так ли мы независимо? С солнцем смотрим, с небом плачем, с ветром лугом шелестим. Что мы знаем, что мы значим? Мы цветы, мы миг, мы дым. Александру пришлось читать длинный, сложный монолог об устройстве общества, где элита – это всегда паутина, но она не рвется. Впрочем, сложные тексты – это часть актерской профессии. Года два или три назад мы выпускали спектакль «Мышеловка». Поскольку «Мышеловку» написала Агата Кристи, и там такая, ну, скажем так, русская адаптация, там приходилось все-таки изображать и англичан, и как бы вживаться в этот образ. И вот с этими длинными монологами это очень тяжело было. Но ничего, справились вроде, уже третий год, и успех, полный зал и аншлаги. Для Тамары Комаровой это второй опыт написания сценария для кино. И на этот раз она мечтает, что ее фильм будет снят и найдет своего зрителя. Екатерина Юшина, Ирина Веремейенко, Виктор Федотов, Служба новостей.